Покинь 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 Матушка, Джихангир был самым любимым и нам очень горько, но со временем боль от потери стихнет и жизнь продолжится. Мама, куда вы? Поставьте меня! Сюмбюль! Придет ли конец этим страданиям? Станет ли сердце легче? Или же эта рана будет кровоточить до конца жизни? О, Аллах! Создатель земли и небес! Почему ты забрал у меня, Джихангир? Почему? Неужели это расплата за мои грехи? Если так, то почему ты не забрал меня? Все, что было до этого дня, все сделала я. Это я проклятая! Я грешница! Джихангир ни в чем не виноват! Мой сын ни в чем не виноват! Ты должен был забрать мою жизнь, а не моего сына! Счастливый! О, Аллах! О, Аллах! О, Аллах! О... 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 О. О, Аллах! О, Аллах! О, Аллах! Ты меня должен был забрать, а не моего сына, не моего сына, не моего сына! Госпожа! Мама! Госпожа, хвала Всевышнему, он пожалел вас! Аллах защитил вас, мама, а если бы вы оказались под деревом, представить страшно! Госпожа, пусть идёт. Ей надо остаться одной. Госпож! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Но ведь у вас есть еще два сына И несчастная дочь, которые очень соскучились Мы не можем без вас Нам нужна ваша поддержка Ради нас вы должны жить, ради нас должны выстоять Селим, вывезет ДимаTorzok 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 Если однажды тебя постигнет беда То не говори Всевышнему, беда моя велика Скажи своей беде, Всевышний мой велик ДимаTorzok 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 ДианаTorzok ДианаTorzko Субтитры создавал DimaTorzok Херем Султан! Встаньте сюда! Мама, уйдем отсюда! Матушка, прошу! Отойдите! Встаньте сюда! Свет моего сердца погас, госпожа! В тот день, когда вы отобрали у меня шахзады, повелителя моего сердца, я погрузилась во тьму. Когда я чуть было не захлебнулась в кровавых водах, мой сын... Мой Мехмед взял меня за руку. Он вытащил меня оттуда, из ямы, наполненной болью и скорбью. Рядом с ним я нашла покой. Только вот вы, госпожа... вы его у меня отобрали. Если бы он жил... если бы остался за мной... могла бы снова настать весна. В горах зацвели бы цветы, запели бы птицы. запах роз... запах роз... запах роз окутал бы все вокруг... а не запах крови. Вы, госпожа... вы... смогли изменить время года в этом мире. Из-за вас началась суровая зима. Холодный ветер теперь не утихнет. Он снесет все, что встретит на своем пути. Каждого... он направит к своей судьбе. Моя зима закончилась. А ваша зима... только началась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мехримах Мехримах Ахмед Паша это уважаемый государственный муж. И его брак с Фатьмой Султан этого никак не сможет изменить. Пока он нас не трогает, я не буду выступать против него. Ну а с Рустемом Пашой что же будет? Мы подождем, Мехримах Не хочу снова склок Я прошла через жестокую борьбу Я очень устала Ты сама этому свидетель Фахрия С Хори Джихан глаз не спускай Не дай ей совершить ни одного неверного шага Как прикажете госпожа Юрем Это не конец, Юрема Не конец Я от всей души прокляла тебя Всевышний снова послал тебе боль от потери ребенка Ты будешь гореть в аду Твое место там Упуст на аду Страх своей Сх meine Ты будешь гореть в аду Твое место там Ты будешь гореть в аду Страх своей Страх себе Не радуй тебя Сх У тебя твое сыновенье Я молю всевышнего, чтобы их сердца Протил кинжал Пусть они оба тоже попадут под гнев poemителя Ты меня слышишь Слышишь Пусть Аллах пошлет тебя в тысячу раз больше, чем ты заставила пережить меня. Ты меня слышишь, Хюрем? Твой ненаглядный султан Сулейман, которого ты так любишь, убийца. Убийца собственных детей. Он и твоих детей не пожалеет. Будь уверена. Ты меня слышишь, Хюрем? Все в Хюреме суда читают о ее проклятиях. У меня просто мурашки по коже. Не думай о ней. С тех пор, как я во дворце от Махидовран, ни одного доброго слова не слышала. Она уезжает. И больше никогда сюда не вернется. Матушка, вы думали о том, как можно помочь Рустему Паше? Позже, Михримах. Госпожа, вы уже так давно не пишете писем Повелителя. Не спрашиваете о его здоровье. Я сейчас не в состоянии письма писать. А Сулейман не в состоянии отвечать. Приняв решение о казни сына, он погрузил себя в адское пламя. Своими руками вырвал себе сердце. Джехангир расстаял у него на глазах. Его нет. Мы не сможем оставаться прежними. Ни я. Ни он. В конце концов, любовь все победит, госпожа. Ведь много лет так и было. Хури-Джехан. Госпожа. Что ты здесь делаешь? Зачем ты приехала? Подождите, мама. Она ни в чем не виновата. С нами сыграли злую шутку. Если Хури-Джехан не проговорится, никто ничего не заподозрит. Скажет, что Фатьму приехала навестить. Но если хоть кто-то один проболтается, то нам не справится. Все узнают о том, что вы с ней поженились. Разговоры дойдут до повелителя. Поэтому все мы должны молчать. Хури-Джехан пусть возвращается в Кютахью. А как вы заставите замолчать автора письма? Рустем и Мехримах об этом знали. Неужели кто-то мог подслушать их разговор? Лала Мустафа мог на такое пойти? Нет, не думаю. Он бы не осмелился. К тому же, это именно он убедил меня оставить Хури-Джехан в Кютахье. И он же посоветовал мне написать ей письмо. Значит, письмо кто-то украл. Селим. Невозможно. Этого не может быть. Он бы сразу рассказал мне, как только узнал. Вы заблуждаетесь, мама. Характер Селима известен. От него всего можно ожидать. Селиму ты должен доверять. Прекрати, наконец, враждовать со своим братом. Уже доверять. Селим, высадь! Как я и предполагал, матушка, это Селим рассказал всем о моем Никахе с Хури-Джехан. Я ведь говорил вам. Твой брат совершил ошибку. Он тоже понимает это. Но объясни, зачем ты всем рассказал об этой ошибке? Он тебе не враг. А вы знали об этом и скрывали, не так ли? Такую же ошибку совершил Шахзаде Мустафа. И ты видел, что случилось. Разве ты не понимаешь это? Правду не скроешь. Это очевидно. Муэзет провинился, а вы стали его сообщницей. Повелитель обязательно все узнает. Не узнает! Он никогда не узнает! Я всех заставлю молчать, и тебя в том числе. Поклянись, что будешь молчать. Не старайтесь зря, мама. Мой брат не собирается бросать мне вызов, как мужчина. Он будет строить козни за спиной, словно женщина. Он ведь способен только на это. Буэзет! 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 Довольно, Селим. Немедленно собирай свой гарем и уезжай. Я не хочу тебя обидеть. Буэзет! Он уезжает! Это приказ. Селим! Селим! Селим, подожди! Успокойся. Не надо торопиться. Когда-то вы дали мне слово, мама. Сказали, что поддержите меня. Так вы держите свое слово. Селим, пожалуйста. Поверь, сейчас не время. Нет, мама. Самое время. Ответьте мне. Вы готовы сдержать свое слово? Когда я давала слово, война велась против Шахзаде Мустафы. Теперь речь идет о родном брате. Он тоже мой сын. Вы не должны враждовать. Перестаньте вредить друг другу. Я вам этого не позволю. До тех пор, пока я жива. Я... Мне все понятно, мама. Достаточно. Больше ничего мне не говорите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...